Туалет с видом на речку Судя по всему, наказание не помогло. По берегам по-прежнему пакеты с мусором и стройматериалы. Об этом в прокуратуру снова написали горожане. Там Адамтехнадзору дали поручение провести повторную проверку. Это охранник рынка нарушителей. Остальных визит людей в форме, похоже, не волнует. И все же обратить внимание, заставят штраф. За повторное нарушение он возрастет в разы. Пока его не выписывают, инспекторы говорят, здесь и правда уже намного чище, чем раньше. На сегодняшний день большая часть мусора убрана. Да, видно. Но работы здесь еще достаточно много. Во-первых, нужно окосить вот эту береговую линию от этой травы. И, конечно же, убрать оставшийся мусор. Если рынок открытия не выполнит все требования закона, то снова будет оштрафован. Теперь уже на полторы сотни тысяч рублей. Пруд – любимое место отдыха горожан. Но после выходных и праздников здесь очень много мусора. Мы решили потратить полчаса и убрать прилегающую к воде территорию. Итак, я засекаю время и иду убираться. Мусор в основном мелкий, больше всего окурков. На дорожках их убирать легко, а вот в траве приходится практически выковыривать. Похоже, закон о запрете курения в этом месте отдыха не работает. Бутылок тоже хватает. В поисках этого мусора ориентир на черные пятна от мангалов. Особенно много их у воды. А рядом тара всех видов – стеклянная и пластиковая. Пакет начинает постепенно наполняться. Чем дальше от протоптанных дорожек, тем быстрее. Здесь тоже куча одноразовых стаканов и пластик. У детской площадки мусор другой. В основном упаковки с подсока и чипсов. Итак, за контрольные полчаса мы собрали целый пакет мусора. Это повторить может каждый. Нужно потратить всего лишь 30 минут. Свои трудовые подвиги фиксируйте на фото и видео и присылайте к нам на страничку ВКонтакте. Давайте сделаем Риотов чистым городом. Дыру в асфальте на улице Октября наконец-то забросали землей. О том, что территория возле стройки, которую ведет подрядчик РЖД, просто опасна для пешеходов, мы говорили на прошлой неделе. Начальник участка обещал устранить провал грунта. И вот, наконец-то, обещание свое сдержал. Под мостками на тротуаре появилось прочное основание. Что касается дороги, здесь тоже грунт серьезно просел, но асфальт уже восстановили. Надолго ли? Покажет время. Операция 112, город Риотов. Что случилось? Около половины звонков, которые поступили на единый телефон 112 в первый день работы, оказались ложными. Об этом на заседании правительства доложили главе региона. Андрей Воробьев напомнил, что законом предусмотрено наказание за ложный вызов. Это штраф от одной до полутора тысяч рублей. Напомню, в Подмосковье единая служба начала работать в понедельник в тестовом режиме. Вкус Италии – это пармская ветчина и компанская моцарелла. Рафаэлю Мелони – этот вкус знаком с детства. Он родился и вырос на севере Аппенин. Запахи родины и любовь к средиземноморской кухне впитывал с молоком матери. Теперь готов поделиться главным итальянским шедевром – жителями Риотова. Я приехал из прекрасного места Эмиля Романия. Это родина вкусной кухни. Оттуда я и привез множество вкусных рецептов. И планирую, что ритовчане отведут ее. Сегодня в меню мясная пицца. Рецепт приготовления тесты Рафаэль держит в секрете. Начинка, ветчина, мясо и очень много моцареллы. Деталь от шеф-повара – средиземноморский вкус пиццы придаст артишок, оливки и правильные грибы. Правда, некоторые продукты в России теперь не достать. Мне не хватает итальянской ветчины и колбас. Здесь их не достать. Но я научился заменять их русскими. Готовить по рецепту всегда проще, чем выдумывать что-то новое. Я стараюсь фантазировать на кухне. Посетители Италию на вкус пробуют охотно. Андрей здесь уже не первый раз. Говорит, это лучшая пицца в городе. Очень приятно, что здесь появился настоящий повар из Италии. Я очень большой любитель итальянской кухни и пицца практически как в Италии. Еще одна традиция, которую повар привез из Италии – выходить в зал и общаться с клиентами. По-русски Рафаэль пока не говорит, зато легко читает по лицам и тарелкам. Их посетители всегда оставляют пустыми. Синоптики обещают, что днем будет ясно и солнечная температура воздуха плюс 26 градусов, вечером 21 тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова